Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Рината Тахирова. Коротко о главном. Рината Тахирова. 1 победила молодежная команда «Алтай». В торговых точках Восточно-Казахстанской области значительно участились факты реализации продуктов питания с истекшим сроком годности. По данным Пресс-службы областного департамента Санитарно-эпидемиологического надзора, за первые три месяца текущего года с прилавков магазинов зарегистрировано 15 фактов реализации продукции с истекшим сроком годности. Это значительно больше, чем в прошлом периоде. За 12 месяцев прошлого года выявлено 16 таких нарушений. Одним из них основных показателей безопасности продукции является срок годности. На маркировке продукта производитель обязательно должен указать срок годности, статус изготовления. Каждый потребитель должен знать, что продажа продуктов питания с истекшим сроком годности запрещена. Потребление тройких продуктов может угрозить жизни, говорится в информации. Среди товаров, проданных с истекшим сроком годности, колбасные изделия, рыбные консервы, сливочное масло, кондитерские и кулинарные изделия, безалкогольные напитки, мучные и крупные изделия. Сегодня граждане в рамках совершенства технологии цифровизации имеют доступ ко многим документам онлайн. Например, возможность получить ответ на любое обращение предоставляется через портал ЕГОВ. В нашем городе Центр документации новейшей истории также ведет работу с гражданами в рамках электронного документа оборота. В Центр документации современной истории города Семи часто обращаются граждане за получением документов, подтверждающих их трудовой стаж или о наличии документа об окончании высшего образования. Всего в архивном фонде хранится более 2400 материалов, более 600 тысяч бумажных документов. Сейчас, чтобы получить соответствующий документ, не нужно как раньше приходить в учреждение и стоять в очереди. В Центре работают уголки самообслуживания. Через портал не требуется много хлопот, выполняется быстро. Что хорошо, как прежде, не стоит ходить в учреждение и стоять в очереди. Можно, находясь дома, отправлять заявки и ждать ответа. Теперь у нас есть уголок самообслуживания. Те, у кого есть ключ ЭЦП, приходят и обращаются к нам за помощью. Мы помогаем этим людям отправить запросы. Ежедневно для получения копии личного документа из архивного фонда поступает большое количество обращений граждан. Среди них есть обращения с ошибками, говорят специалисты. При этом сотрудники архива отмечают, что в течение двух дней после поступления заявления необходимо дополнить указанные сведения, позвонив по номерам телефонов или же отправить их по электронному адресу. Ежедневно к нам поступают от 50 до 80 обращений, чаще всего подтверждение трудового стажа. Они у нас исполняются в течение 11 рабочих дней, и граждане на портале ЕГОВ могут забрать нужные им документы. Если просят для третьего или второго лица, то обязательно должна быть доверенность. Чаще всего люди сами за себя должны отправлять запросы, заходя в личный кабинет. Центр документации новейшей истории содержит особо ценный архивный фонд. В учреждении с более чем столетней историей имеются фото, фономатериалы, кинодокументы и бумажные данные, научно-технические документы. При этом документальный фонд, вошедший в электронную систему, становится доступным для граждан. Талшан Шакартхан, Айнур Касамай, Досаид Калиев, Телеканал Семей. В нашем городе еженедельно проводятся субботники, в рамках которых улицы и территории домов очищаются от мусора. В них задействованы все жители. Горожане активно принимают участие в санитарно-очистительных работах и призывают всех жителей не оставаться в стороне. По городу субботники будут проводиться в течение двух месяцев. В них задействованы трудовые коллективы всех государственных организаций и предприятий, объекты среднего и малого бизнеса и жителей города. В ходе санитарно-экологических мероприятий семейчане приступили к уборке улиц от мусора, побелке деревьев и приведению в порядок тротуаров. Мы проводим уборку по проспекту Шакарима до пересечения улицы Чайковского. Убираем улицы от мусора, проводим побелку деревьев. На городской субботник вышли порядка 50 человек. На предыдущий субботник выходило столько же людей. Думаю, для того, чтобы наш город был всегда чистым и красивым, надо, чтобы каждый житель поддерживал чистоту. В рамках субботника сотрудники учреждений и организаций, независимо от форм собственности, приступили к уборке улиц и закрепленных за ними территорий. Собравшиеся на уборку отметили, что чистота города только в наших руках. Сегодня мы вышли на субботник. Занимаемся побелкой бордюров, очисткой газонов. Наша территория от улицы Дулатова до улицы Шокана-Валиханова. Думаем, что в целом чистота города в наших руках. Призываем всех жителей города активно принимать участие в субботниках. Также не выбрасывать мусор. Мы хотим жить в чистом городе и хотим, чтобы все жители приняли активное участие в субботнике. После уборки облик города заметно улучшается, говорят семейчане. И призывают всех горожан принять активное участие в субботниках, которые пройдут в ближайшие недели. Айнур Хасым, Азамат Калимбетов, Адильжам Бесингазинов, телеканал Семей. О правилах безопасности на железнодорожных путях еще раз напомнили школьникам и студентам сотрудники линейного отдела полиции. На станции Семей прошла экскурсия, где полицейские рассказали о работе сотрудников правоохранительных служб и показали интересные моменты их профессии. На экскурсии побывала и наша съемочная группа. Линейный отдел полиции – это структура, занимающаяся расследованием, предотвращением и профилактикой преступлений и правонарушений на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Помимо этого, в сферу деятельности транспортных полицейских входит все, что касается нарушения закона на ЖД-путях, а также на территории водных портов и аэропортов. У школьников и студентов колледжа появилась отличная возможность познакомиться с работой правоохранительных органов изнутри. В рамках республиканской акции «Я и моя полиция» для ребят была проведена экскурсия. Мы объявили день открытых дверей для старшеклассников и студентов колледжей. Цель – ознакомление с работой сотрудников полиции, формирование правовой грамотности несовершеннолетних детей, пропаганда семейных нравственных ценностей, повышение доверия граждан к органам внутренних дел, а также познакомить их с работой полиции. Всем известно, что железнодорожные пути – это зона повышенной опасности. Поэтому во время экскурсии детям показали прилегающие территории и рассказали о мерах безопасности на железной дороге. Здесь необходимо проявить осторожность, бдительность, повышенное внимание, говорят сотрудники линейного отдела полиции. Также во время экскурсии школьникам и студентам показали разное абунирование, средства защиты и оружие. Кроме того, наглядно показали и свою работу криминалисты. По словам ребят, они получили массу эмоций. Больше всего понравилась криминалистическая часть работы. Нам сегодня дали все это потрогать, вообще рассказали, как все это происходит, как работают эти люди. Очень интересная работа, мне очень понравилось. Я думаю, будет просто экскурсия, покажут автоматы, награды, про полицейских расскажут, что и как они делали их поступки. Да, а пришли, а тут совсем по-другому. А тут совсем по-другому, да, очень интересно. Что понравилось? Понравилось то, что дали продемонстрировать, ой, то, что продемонстрировали автоматы, то, что дали их потрогать, разобрать. Во время экскурсии ребятам также рассказали о том, как поступить на службу в правоохранительные органы и о привилегиях службы в полиции. Сотрудники линейного отдела полиции говорят, что такие акции, направленные на повышение знаний школьников о мерах безопасности, будут проводиться ежемесячно. В университете Алихана Бакихана прошел круглый стол-семинар. Он является своеобразным отчетом о проделанной работе участников научного проекта «Аномастическое пространство Восточного Казахстана. Основа культурно-генетического кода нации». Также состоялась презентация словаря, вышедшего в свет в рамках проекта. «Аномастическое пространство Восточного Казахстана. Поиски и перспективы». На такую тему прошел круглый стол-семинар в университете Алихана Бакихана. Данное мероприятие является отчетом о проделанной работе участников научного проекта «Аномастическое пространство Восточного Казахстана. Основа культурно-генетического кода нации». Оно получило грантовое финансирование в Министерство образования и науки в 2021 году. Руководителем проекта является доктор филологических наук профессор Шинар Сиитова, которая рассказала, что проведенные работы посвящены исследованию топономики Восточно-Казахстанской области. Во время круглого стола мы рассказали о ходе экспедиции, как мы собирали материалы, какие работы еще предстоит сделать. Мы специально провели круглый стол, чтобы обсудить возникшие вопросы, участники поделились своими мнениями. Коллеги дали советы, которые мы обязательно используем в будущем. Перед участниками проекта стоит немало задач. Это прежде всего скрупулезные исследования особенностей топономики Восточно-Казахстанской области. Как результат, в свет вышел словарь топономических наименований Котон-Карагайского района тиражом 300 экземпляров. Его презентовали во время круглого стола. Словарь передали в библиотеки области, а также в школы и учебные заведения. Как отмечают участники, время работы над словарем заняло больше года. Работа словаря Котон-Карагая началась с января прошлого года. С того времени мы рассматривали труды известных поэтов, писателей, ученых, родившихся в Котон-Карагае. Изучали художественные произведения. Далее мы собирали различные материалы, работали с периодичными печатными изданиями. Собрав весь языковой материал, мы обработали его, затем записывали примеры. Участники семинара поделились опытом составления топономических словарей Тарабагатайского, Урджарского, Аягузского, Котон-Карагайского районов, проведения научных работ в селах указанных районов, особенностях осуществления экспедиционных исследований. В работе семинара приняли участие преподаватели вузов, филологи, философы и лингвисты. Бахатгуль Казес, Айдос Айткалиев, телеканал Семей. В результате бесконтрольного сжигания мусора огонь перекинулся на хозяйственные постройки. 17 апреля на дачном массиве Мирной на открытой территории горела сухая трава с распространением на деревянные конструкции хозяйственных построек и летние дачные дома. В результате пожара сгорели 9 летних домов и 6 хозяйственных построек. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. В этот же день произошло возгорание на дачном массиве Орленок. На месте выезда было установлено 3 очага возгорания. Ночью в селе Достык произошел пожар, где горели блоки хозяйственных построек. Площадь пожара составила 290 квадратных метров. Со слов хозяина, в хозпостройке был домашний сход. В результате огнем было уничтожено домашний сход в количестве 5 голов крупного рогатого скота, 34 головы малого рогатого скота. Причина пожара с материальным ущербом устанавливается. Также при пожаре по улице Сатпаева с сотрудниками управления по честь города Семей, получается, при загорании хозяйственной постройки, когда огонь перекинулся на соседний дом, из этого дома был спасен мужчина, 1924 года рождения, инвалид первой группы. Сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Помощь ему первоначально была оказана, первая медицинская помощь. В нашем городе продолжается ярмарка качественной и удобной обуви от производителей Белоруссии и России. Теперь у нас есть возможность найти нужную обувь по приемлемым ценам. Также для вторичных покупок предлагается купон на скидку 5%. Обувь российского и белорусского производства известна высоким качеством и доступными ценами. Изделия, изготовленные профессиональными мастерами, пользуются спросом благодаря тому, что они изготовлены с учетом анатомических особенностей стопы, в частности, сшитые на ортопедической основе. Они идеально подходят для ног с широкой голенью или с широкой костью. Кроме осенне-зимних вариантов, здесь можно найти и летнюю обувь. На летних моделях тоже ортопедическая основа, ортопедическая стелька. Очень удобные, легкие, полуверетановая подошва, очень прочная. Среди покупателей возрастает спрос на кожаную обувь. Посетители интересуются как качеством обуви, так и ценами на различные модели. Размеры женской обуви варьируются от 34 до 42. Мужская обувь от 40 размера до 49. Цены у нас доступны абсолютно для каждого. Женская от 8 тысяч, мужская от 15 и выше. Не упустите приобрести качественную обувь по доступной цене. Также у нас действует купон на скидку, на вторую покупку 5% скидка. На ярмарке можно найти как повседневную, так и спортивную обувь. Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать необходимый товар. Здесь обувь очень хорошего качества, белорусского и российского производства. Я пришла сюда подобрать обувь на лето, присмотрела кроссовки. Тут очень доступные цены и хорошее качество. Вчера посмотрела рекламу этой обуви по телевизору. Сегодня пришла посмотреть своими глазами. Видно, что очень хорошее качество. Ярмарка «Белорусская и российская обуви» в Семей проходит по адресу улица Турксибская, 39, в здании магазина «Байпас». Ярмарка работает без выходных с 10 утра до 7 вечера. Рината Тахирова, Шувала Султан Махмудова, Адиджан Бесингазинов, Телеканал «Семей». Перейдем к новостям спорта. В выходные стартовал летний сезон чемпионата второй лиги Казахстана. Во второй лиге молодежный футбольный клуб «Алтай» встретился с кокшетаусским молодежным клубом «Окджик Пес». По итогам игры со счетом 3-1 победила команда футбольного клуба «Алтай». Подробнее в сюжете. Игры второй лиги 2022 года успешно стартовали для семейской команды. Первые полчаса встречи были насыщены напряженными моментами. В ходе игры стало заметно преимущество алтайцев. Несмотря на то, что у наших земляков были шансы забить гол, первый тайм завершился со счетом 0-0. Во втором тайме команды провели несколько атак. На 51-й минуте в штрафной площадке команды соперника был назначен пенальти. Форвард «Алтая» Айден Металлов нацелился прямо в ворота. Счет 1-0. Спустя 4 минуты он довел счет до 2-х. Еще через 4 минуты Ерлан Акалтаев добавил еще один гол в копилку команды и счет стал 3-0. На последней 81-й минуте команда соперника сумела забить гол. Итоговый счет 3-1. В целом игра была сложной. В первом тайме были поставлены цели, но мы их не выполнили. Во втором тайме соперники стали менее активными и, воспользовавшись этой возможностью, мы забили два гола. Кроме того, в ходе игры состоялось чествование ветерана семейного футбола Владимира Григорьевича Томачинского. Сегодня открытие футбольного сезона у нас, как говорится, мы во второй лиге играем. Команда «Алтай». И, как говорится, вот болельщики собрали сегодня, первая игра. Ну, с каждой игрой будет больше всего народу. Как говорится, я думаю, меня здесь сегодня чествовали в честь 70-летия. Ветераны, акимат, работники стадиона, болельщики. Большое-большое всем спасибо. Нельзя не отметить хорошее настроение болельщиков. Игра юниоров на зеленом поле привлекла внимание многих. Болельщики уверены, что игроки в составе команды в дальнейшем будут выступать в футболе большого масштаба. Искренне поздравляю всех болельщиков семьи с открытием сегодняшнего футбольного сезона. Вы уже знаете, что происходят большие изменения. После того, как официально город приобретет областной статус, начнется празднование большого футбола. Ведь родиной футбола должен быть и остаться город семей. Если говорить об игре, то молодежная команда «Алтай» показывает хорошую игру с командой «Окжит-Пес». В настоящее время не позволяют команде «Окжит-Пес» атаковать. Мне нравится игра. Молодежь очень активная. В глазах огонь. Игра проходит очень интересно. Желаем дальнейших побед Алтаю. Следующий матч футбольный клуб «Алтай» проведет против Петропавловской команды «Козылжар». Стоит отметить, что второй тур чемпионата продолжится 23 апреля. Это были все новости к этому часу. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»